Дорогие братья и сестры, на этом наша Божественная Литургия заканчивается, подходит к концу. Всех воспоздравляю с сегодняшним днём, всех причастников и причастниц с принятием причистых, христовых и животворящих таинств. Вы есть свет миру, как мы с вами сегодня слышали, со слов Святого Евангелия, которые обращены к нам. Тот свет, который мы должны являть в своей жизни, который мы не должны ставить под спудом, где-то в закромах, в укромном месте. Но делать так, чтобы Он был, Он стоял на видном месте и освещал Собою, всё наполнял этим своим блистанием, всё то окружение, перед которым Он находится. И вот эти слова в полной миле, конечно же, обращены ко всем нам, дорогие братья и сестры, так как принявшие благодать, кто присполняется ею, должны уподобляться и быть вот этим светильником, непогасаемым светом, который бы светил и привлекал многих людей, которые находятся в тени и сени смертной, как говорит Господь. Люди, которые где-то малодушенствуют, где-то отходят от Бога, где-то не приемлют, не принимают веру в Него, так или иначе связанные суетой этого мира. Они бывают далеки от этого божественного сияния, от этого божественного излучения. И мы, как христиане, как последователи нашего Господа, принявшего, однажды упустившие Его в свою жизнь, должны являть этот свет этим людям, чтобы они, видя Его, приходили ко Христу, чтобы утверждались на этих путях Господних, которые ведут Царствие Божие. На нас лежит такая обязанность, которой мы должны придерживаться, которую мы должны возбуждать себе. Всякий раз, приобщаясь к Богу, мы должны приходить от силы в силе, как говорит Господь, укрепляясь в этой нашей вере, обогащаясь в этой благодатью Божией, чтобы она пребывала у нас, и мы находились в ней, чтобы вот тот свет божественного улучшения, излияния, которое Господь пролил для всех нас, Он также возблистал в душе каждого из нас, чтобы мы, чувствуя вот это прикосновение Божие, и еще больше ревновали о Его вечных благостях, о духовной жизни, которую мы должны проводить, еще больше сподвигали себя на этих путях Господних, обогащались внутренне, духовно, посвящались, имели огромную большую веру в нашего Господа. Вот это от нас спрашивает Господь каждый день, как бы вещевая нас, обращая свой божественный голос, который отзвуком исходит от голоса нашей совести, пребывая в нас неразлучно. Вот то, к чему мы должны прислушиваться, если мы что-то не находим, не обретаем в своей жизни, и чтобы нам подсказала где-то, направила, наставила. Мы должны внимать себе, как раз голосу этой своей совести. Он нас никогда не обманет, потому что Он есть голос, голос Божий, который звучит в нас, и нам нужно почаще к Нему послушиваться, чтобы знать, как нам вести себя, как поступать в той или иной ситуации жизненной. Поэтому мы будем стараться возбуждать себе вот этот слух и зрение Божие, чтобы видеть все те вещи, все те процессы, которые происходят вокруг нас, чтобы быть преклонным к совершению добрых дел. Потому что самое главное, мы должны иметь, обрести этой нашей жизни во Христе, быть умягченным мягким сердцем, всегда исполнительным Его божественным заповедям и в совершении добрых дел, от которых мы не должны отходить. Мы должны помогать своим близким, тем людям, которых мы встречаем на своем жизненном пути. И они во многом нуждаются в нашей поддержке, в нашем внимании, в нашем наставительном слове, чтобы побудить их к тому, чтобы они жили христовой жизнью. Мы все к этому присваны, призываемся, что Господь распялся за каждого из нас, и Он всем нам хочет этого спасения. И мы должны при всяком удобном случае представляется возможность оказывать всемирную помощь нашему ближнему. И в свете духовной жизни, правды, в обыденных каких-то делах, мелочах, также сопутствовать, помогать им протягивать эту руку помощи своей. То есть, по сути, вести настоящую, деятельную, духовную жизнь. Она вся из этого вытекает, из этого следует. Она не приносит нам что-то сверхъестественное, какое-то неземное, недоступное. Обычные вещи, которые мы должны делать. Которые совершал в свое время Господь наш, Иисус Христос. Он говорил себя просто и делал так же просто любые дела, внушая нам эту простую божественную истину. Чтобы мы с вами укоренялись ею, чтобы окреленные ею, освященные, мы так же просто смотрели на все то, что нам представляет этот мир. И так же проявляли себя, совершали те или иные дела и поступки. Еще раз поздравляю всех вас с праздником. Благодать мир и благословение Господне да пребудет со всеми вами. Помогай и поддерживай вас всех, Господь.